Посадил дед репку. Выросла репа большая при большая. Наверное, эта поучительная история про нелегкий крестьянский труд могла произойти именно здесь, в деревне Репище под Кубинкой. Иначе с чего бы взялось такое название? Кстати, сегодня репку тут, по данным статистики, почти не выращивают. Работа у переписчиков непростая. Если крупные сельхозпредприятия и крестьянско-фермерские хозяйства к их визитам морально готовы, то простые жители деревень или обитатели СНТ нередко бывают озадачены, когда у них на пороге возникают представители Росстата. В первую очередь нас интересует, что сажается на участке. Там деревья, яблони, парники. Что люди предпочитают выращивать. Перепись практически подошла к концу. Уже все вовремя прошли, обошли все участки, которые были выданы. Ну и еще осталось, конечно, чуть-чуть основной главный контрольный обход. Где-то не было, к примеру, если человека нет дома, то просто мы потом возвращаемся на этот участок. И пытаемся заново переписать его. По информации руководителя Одинцовского отдела государственной статистики, сегодня, спустя месяц после начала переписи, основной объем работ уже выполнен. Всероссийская сельскохозяйственная перепись на территории Одинцовского района проходит успешно. По мониторингу на 31.07 переписан 81% от планового задания. На сегодняшний день осталось отработать небольшое количество крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Дачные и садовые товарищества и земли ЛПХ почти все переписаны. Реакция людей проблемы у нас не вызывает. Люди все открытые и доброжелательные. Перепись идет по плану, даже с небольшим опережением. 15 августа по 3 сентября пойдет обработка и передача информации на Росстат. И начнется процесс формирования итогов. Предварительные итоги выведем уже в начале 2017 года. Сбор данных не носит сплошного характера. Так что не удивляйтесь, если лично к вам на участок переписчики не заглянут. Представители Росстата подчеркивают, что все сведения, собранные в ходе переписи, имеют обезличенный характер и никаких последствий для респондентов быть в принципе не может. Если же вы хотите, чтобы данные о ваших сельхозугодиях попали-таки в статистические сводки, можно сообщить их в Одинцовский отдел государственной статистики по телефону. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.